Уже, скажем так, человек подходил к экзаменам, он должен был выразить вот эту сумму своих знаний в письменном сочинении, в том числе и в поэтической форме. И для вот этой образованной части, которой фактически вся образованная часть, она не на частной службе, а на государственной службе состояла. Есть какие-то уникальные примеры, исключения, но именно как исключение. Какой-нибудь Либо, который никогда, кажется, или по крайней мере большую часть своей жизни не был подряжен на службе у правителя, хотя был какой-то у него отдельный эпизод, да, вот, и в общем таким перекати полем с человеком, который сам избирал себе пути, странствия и интересы был. Но в большинстве случаев человек, служащий где-то, на государственной в данном случае службе, он, особенно в ситуации, когда он оказывался вдали от родного дома, а чтобы преодолеть коррупцию, это тоже, конечно, китайцев занимало, с их клановостью, с их семейственностью, да, человек получал назначение часто далеко от своих родных пределов. Чтобы не породил кому-либо больше, чем защищая государство, интересы кому-либо из своих родичей. И вот так человек, который где-нибудь в северном Китае родился, мог оказаться в пределах, там, вблизи с вьетнамской, допустим, землей. Или наоборот так могло произойти, да. И отсюда происходила эта тоска, дикая тоска, можно сказать, такая, глубокая тоска, которую вот этот образованный человек выражал вполне искренне в своих стихотворных текстах. Ну, надо заметить, что там много тем, конечно, которые поэты чаще подхватывали, что ли. Вот одна из таких популярных тем, это, я замечу, есть замечательный очерк, посвященный китайской литературе, человека, о котором мы сейчас как раз уже будем говорить. Так, ну, я немножко забегу. Вот Василия Михайловича Алексеева очерк. Есть издание двухтомника, далеко не исчерпавшего все закрома его наследия, которое в большей части в советское время так и не публиковалось, при всем том, что он был академик Академии наук СССР, да. Но во многом он писал, как говорится, в стол. Или так получалось, что это не публиковалось. Ну, или что, если публиковалось, то не переиздавалось долгие годы. Вот у него есть очерк о темах танской поэзии в первом томе, который был выпущен в 2002 году. И, в частности, одна из тем, такая, может, практически магистральная, там очень много подобрано примеров, я уж не буду здесь время на это тратить, просто выписаны такие хрестоматийные лишь строчки, даже без обозначения авторства, из одной из антологий. Замечу, что очень важно, большая часть наследия китайских поэтов дошла до нас в антологиях, собраниях либо одного поэта какого-то, да, но это не так часто случалось, а чаще всего это весьма-весьма обширные, пухлые, как бы ещё выразиться, объёмные собрания текстов на десятки, можно сказать, томов, например, эпохи тан, поэтов, да, которые уложены по каким-то темам. Ну, в частности, вот тема дружбы. Это самая, пожалуй, такая, занимавшая поэтов от древности, да, но вот большей частью то, что мы называем средними веками, да, условно перенося шкалу времени с европейских лекал, да, вот на Китай. Китай, где-то, допустим, там, с века третьего-четвёртого, когда рушились порядки, казалось бы, устоявшейся эпохи Хань, той эпохи, по которой китайцы до сих пор себя, кстати, называют ханьцы, да, великоханьцы, да, великий ханьский шовинизм, как там выражались, когда пытались в подражании советской, так сказать, тематики там с великорусским шовинизмом, да, с великоханьским шовинизмом бороться, да, вот эпоха Хань для них – это такая золотая эпоха государственности. Вот когда это обрушение в каком-то смысле на, опять же, по историческим меркам не так много, да, но не дай нам Бог жить в эпоху перемен, да, и вот когда там в начале третьего века нашей уже эры это обрушение произошло государственности, распадение, скажем так, не обрушение, да, а распадение на несколько частей, в частности, так называемый период Троицарствия начинается, весьма, кстати, тоже такой плодотворный, потому что мы помним, что Конфуций не в едином Китае создавал свои не столько творения, сколько свое учение, которое потом уже будет зафиксировано его учениками, да, но он хотел, чтобы этот единый Китай появился, и благодаря, может быть, его стараниям, в частности, этот единый Китай и появился, хотя тот, кто собирал Китай, был злостным антиконфуцианцем, хотел вообще всех конфуцианцев просто физически уничтожить, закопать в прямом смысле слова. Это Цинь Шихуанди, основатель, или, вернее, не основатель, да, но такой самый суровый воплотитель легистского направления древнекитайской мысли, где государство – это всё, а человек – ничто. А мы уже говорили о том, что в конфуцианстве, наоборот, человек, первенство человека и его нравственного, что ли, состояния – это основа для государства. Вот, ну, это я просто вспомнил, что был он собран, этот Китай жил по конфуцианским уже порядкам, после того, как короткая эпоха императора Цинь Шихуанди закончилась, да, вот именно стабильное такое государство, более чем четыре столетия просуществовало на конфуцианской основе. Потом вот оно на некоторое время распалось на части, но это были части, в себе повторявшие этот Китай, большой Китай, и потом, в конечном итоге, собравшиеся, собравшиеся вот уже в эпоху, которую принято называть эпохой династии Тан. Вообще все эпохи в китайской исторической традиции называются по династиям, да. Вот, ну, в данном случае какие-то, вот я далеко, наверное, не все преамбулы, какие хотел бы сделать, сделал о сложности, может быть, для переводчиков, даже специалистов, которые знают китайский язык, в погружении и в отражении того, с чем они соприкасаются, как люди, которые хотели бы сделать явлением уже русской традиции. Вот замечательные стихотворения, написанные, допустим, ну, некоторые более двух тысяч лет назад, какие-то там тысяча, допустим, 1600-1300 лет, поразительно, да. Мы не будем, так сказать, сравнивать, у кого, когда какая письменная традиция создавалась, да. Но Китай, вот это пример древнейшей цивилизации, непрерывно существовавшей. В случае с Индией там будут какие-то оговорки, да, я не буду здесь развивать, да, а вот Китай, это, пожалуй, единственная древняя цивилизация, которая вот в элементах своего, например, образования, своей письменной культуры, она до начала 20-го века просуществовала. Экзамены, о которых я говорил, упоминал, да, вот на место, включавший и тот компонент, где требовалось поэтический свой, что ли, талант, не дар, талант свой проявить, до 1905 года сдавались. Ну, а несколько погодя произошла общая революция, Синхайская революция, да, которая как бы закрыла страницу старого Китая со всей вот этой чрезмерно трудоемкой формой образованности, которая далеко, конечно, не каждому была доступна. И на такой демократический уровень образования перешло, когда уже не требовалось заучивать эти колоссальные количества текстов и конфуцианского канона, и комментариев к ним, и больших поэтов, которые тоже, так сказать, учили уму-разуму. Очень важный элемент, о котором, я думаю, что упомяну сейчас, а потом мы в контексте уже переводчиков вспомним эту книгу. Великая книга Ши Цзин, которая входит в конфуцианский канон, фактически начинает этот канон. Это книга песен, то есть это собрание поэзии, то есть это первая книга, назовём её священная в каком-то плане. Хотя я сказал, что конфуцианство – это в изначальном его варианте, до тех реформ, которые уже где-то в веке XI произойдут, это всего лишь философское учение, а не религиозная система. Хотя потом она разовьётся так, что и конфуция будет почитать как божество, скажем так. И императорские ритуалы будут подразумевать это, когда нужно обязательно императору съездить, назовём так, на могилку, к великому философу, в храм, который там построен, ритуалы совершить. Так вот, книга песен – это канон, который как раз конфуций собрал, как некий материал, по которому можно, скажем так, показать, что есть добродетельность. Он об этом и в своих наставлениях, беседах, которые записали ученики, говорит многократно, да, и в каких-то других текстах обращается к этому. Ну вот, и он считал, что поэзия – это, ну, в каком-то смысле такая социология, даже можно сказать. Она является собой свес, вот, по крайней мере, на том уровне идеальной древности, которая всегда апеллирует, в данном случае Конфуций апеллировал к ней, что это были какие-то благословенные времена. И вот, как, например, выражали свои чувства люди, которые жили в довольстве, в том как раз мире, где никаких напрягов, которые уже в его время считались необоримыми, не происходило. И эта поэзия по определенным темам сгруппирована, собрана. Есть и надрывная часть, но если это туда было включено, то только с тем, чтобы показать, что вот в периоды кризиса вот такая поэзия появляется. Так что смотрите, чувствуйте, что поют. Что, ну, не столько читает, сколько поют, потому что народная поэзия – это поэзия, которая пропивалась. Ну, не знаю, вот если бы, так, гипотетически, это совершенно некорректно, например, если бы «Чёрный ворон», «Чёрный ворон», «Что ж ты вьёшься?» Можно было бы заключить сразу уже по одной песне, что что-то очень-очень неладно в государстве. И раз такие песни появляются, да, а у нас тяга к таким, допустим, в русской традиции, к песням, таким жестоким романсам, таким, которые выпотрашивают, что ли, душу, да? Нет. Вот это уже диагностика определённая с точки зрения конфуцианца, было бы, так сказать, положение дел. Прихватывал ещё один пример, помимо Иосифа Александровича Бродского, более ранний, как тема Китая. Китая, она включалась, она, конечно, в 19-м столетии всплывала, даже уже начиная с 18-го столетия, интерес был Китаю, замечу, да, и Екатерина Великая в одном из каких-то разговоров, видимо, частного порядка, на который мемуаристы сохранили, выражала желание, если уж на том свете, с кем бы она хотела первая-первая-наперво встретиться, так это с Конфуцией. То есть, для неё это был тоже высочайший авторитет, потому что 18-й век, с самого начала 18-го столетия, стараниями иезуитских миссионеров, прежде всего французских миссионеров, создал вот такой пиетет. Они стали переводить эти каноны китайские, французский язык, это язык образованности всей Европы, да, и сразу резкий интерес вдруг проснулся. Китайцы стали идеальными какими-то, идеальными землянами, но где-то живущими так далеко, что вот эти порядки там, видимо, они могут выстроить, а мы в Европе не можем. Есть, например, замечательная сатирическая книга выдающегося английского просветителя Оливера Голдсмита «Гражданин мира» или «Письма китайского философа». Там, кажется, два, а может и больше, китайских мандарина, то бишь вот этих образованных людей на службе государственной, которые разъезжают по Европе с какими-то дипломатическими функциями, скажем так, обмениваются наблюдениями, особенно в Англии. Конкретно один пишет часто о том, что его удивляет. Есть очень интересные там сличения в пользу России, например, порядков, которые царят в Англии и которые были увидены в России. Я не буду развивать, если кому-то интересно, в серии литературных памятников в конце 60-х годов этот том выходил, вы можете познакомиться, это будет интересно. То есть, вот, как мы знаем, Монте-Скио Персов сделал образованных такими взглядчиками на порядки, на непорядки, скорее, европейские, да, а Оливер Голдсмит заслонился китайцами, мудрыми китайцами. Вот есть в подборке поэзии «Искры» такого литературного, скажем, направления, демократического направления середины и второй половины 19-го столетия замечательный поэт Вейнберг, Моисей Вейнберг, тот самый, который сочнил восемь строк, ставших бессмертными благодаря романсу. Он был титулярный советник, она генеральская дочь, напомню, да, просто эти строчки романса. А вот у него есть стихотворение «Китайский альбом», где Китай уже, может быть, по-другому переосмысливается, нежели на него смотрела Екатерина Великая. Душно в воздухе Пекина, спят на крышах воробьи, два почтенных мандарина чешут бороды свои, говорит один другому «Что-то будет», а другой отвечает «Выпив рому», «Я не знаю, милый мой». Времена пришли плохие, да, плохие времена, это все проказы змея, это гадит сатана. «Смолкли оба мандарина, чешут бороды свои, душно в воздухе Пекина, спят на крышах воробьи». Это зачинное стихотворение этого цикла. Вот когда я уже какие-то сделал наметки того, что было, что, скажем, и остается затруднительным для переводчиков, которые нам открывают китайскую, прежде всего, поэзию, я все-таки про прозу, это отдельный разговор, а вот поэзия, которая базируется на полунамеках, здесь вот, ее много сложнее переводить, чем китайскую прозу, ну, если не какую-то фористическую прозу, которая тоже, наверное, этими намеками испещрена. И заметим, кстати, что большеформатная проза такая, романическая проза, в Китае достаточно поздно возникает. Вот как-то такой экономный режим, когда в иероглифах можно было выразить очень многое минимумом туда, как бы в этот самый невыражаемый в словах интертекст уводя, когда ты в голове себе включал эти библиотечные, скажем так, полочки мысленно, да, где взять и как бы развернуть дальше, да, то, что вот этим полунамеком. И тогда вот все это громадье смыслов, которые там закопаны, только доступно, как я сказал, вот этому равновеликому, фактически, автору-читателю, каково и сам свои тексты вполне тоже мог создавать и создавал, да, и тоже, наверное, стремился в идеале этими полунамеками, то есть, чтобы стать великим или войти, так сказать, в память, как великий поэт, надо вот в чрезмерной простоте выражать безмерную, так сказать, смысловую подоснову такую, да, которую черпай, черпай и не вычерпаешь, да, а как это потом вот в строчке такие просто лапидарно, да, потом в переводе перевести, мы сейчас будем говорить о подходе Василия Михайловича Алексеева, да, и он предложит свою методу, ну, она далеко не всеми пользуется. А вот просто то разбужение, что ли, интереса Китаю, которое произошло на рубеже 19-20 столетия, было связано, ну, скажем так, с печальными, наверное, для Китая событиями. Китай стал ареной интересов империалистических государств. Вот то, что началось еще где-то в 40-е годы, 30-е и 40-е годы 19-го столетия, когда европейцы, подобрав уже многое, Индо-Китай, в том числе под себя, французы, да, так сказать, в конечном итоге подобрали Англия, вообще империя незаходящего солнца, как мы знаем, да, и вот англичане, а потом подтянувшиеся американцы, да, попытались как-то, не только через фактории, да, но через какое-то прямое свое влияние на власть китайскую, значит, наилучшие условия в себе, так сказать, выбивать. Мы сейчас видим, на наших глазах происходит очередная торговая война, очень жесткая война. Мы еще не знаем, какие последствия для нас она будет, да, между Китаем и Соединенными Штатами, да, тогда это называлось опиумными войнами. Европейские государства навязывали Китаю ввоз наркотиков. Кто-то делал большие состояния. Великий президент Соединенных Штатов Рузвельт происходил из семейства Делано, Делано Рузвельт, да, Франклин, Делано Рузвельт, которые сделали состояние на, скажем, экспорте опиума в Китай. Вот, и Китай слабел. В конечном итоге он проиграл эти кампании, там, большая своя, крупная война началась, фактически гражданская война на религиозной основе, которая тоже ослабила Китай в середине, в середине 19-го столетия. А к концу вот он так захерел, при всем том, что там пришла к власти такая очень даровитая, назовем, правительница, из низов, из самых, из самой, что ли, грязи, не просто в князе на императорский трон, Ци-Си, из наложницы, стала всесильной императрицей, да. Ну и она, скорее, занималась только сохранением своей власти, нежели вот сохранением или как бы обновлением, что ей, в общем, пытались мудрые сановники рекомендовать Китая. И вот в 1900 году Китай, ну не Китай, да, а возмущенные засилием иностранцев китайцы совершили, скажем, такой, дали, не совершили, дали повод европейским государствам начать прямую интервенцию. В этой интервенции участвовали Россия, Англия, Германия, своими войсками участвовали. Был взят Пекин в 1900 году. Кстати, на этой почве, в это время, наш великий философ Владимир Сергеевич Соловьев писал свои три разговора о конце света, которые заканчивались краткой повестью об Антихристе. В 1900 году, в начале лета, он умер, если я сейчас не путаю, не ошибаюсь, где-то или в конце июля, или в августе, да, вот творилось то, что можно было неким таким началом конца света, что ли, воспринимать. А по панмонголизме, да, он еще в 1894 году написал знаменитое стихотворение. Вот. Чуть позже, через пять лет, через четыре года, извините, начнется русско-японская война. Где она будет происходить? Не в России и не в Японии. Она будет происходить на территории Китая. За выяснение отношений, за контроль над определенными, в частности, над Манжурией, да, будут биться эти две большие державы, при всем том, что Япония вроде территориально небольшая, но она уже, так сказать, аппетиты вкусила, да, и посмотрела, как европейцы этим занимаются, империалистическим захватом, да, и попыталась, так сказать, копировать это. Так вот, на этой почве, конечно, интерес был Китаю. Потому что, если мы туда приходим, и приходим всерьез и надолго, если мы строим КВЖД, Китайская Восточная Железная Дорога, да, и туда своих направляем специалистов, строим города, вспомните, Харбин какой-нибудь, да, Шанхай, тоже, отчасти, так сказать, тоже русскими поднимался, строился, да, то нужно как-то понимать. Этим поиском понимания занимались много ранее, конечно, это отдельная тема, я просто на нее укажу. Россия и Китай не имели дипломатических отношений до XX века. Потому что Китай, скажем так, китайские церемонии, что ли, подразумевали для российских дипломатов некое понимание, что они будут унижены. Поэтому была найдена очень такая хитрая лазейка. Так как в конце 17-го столетия в Китай было уведено несколько сотен русских казаков, они добровольно, в общем-то, согласились уйти и стать императорской гвардией. Албазинские, так называемые, казаки, да. Вот. И там разграничили как раз границы в этот момент. Вспоминаю, Кехтинский вроде бы договор такой был. Или Нерчинский, да, Нерчинский договор в 1688 году заключен. Вот. И они оказались там. И так как они были христианами, а уже в Китае явился прецедент, начиная, так сказать, с иезуитов, а даже еще ранее, со времен Хубилая, францисканцы уже этим занимались, таким празелитизмом в христианском духе. Их, конечно, не особенно распускали китайские власти. Да, ну и были уже эти прецеденты. То китайские власти в конечном итоге в правление Петра Алексеевича разрешили завести России свою русскую духовную миссию в Пекине. Вот она, где-то там с 1716 года, реально когда-то первое такое, назовем посольством, да, такое религиозное духовное посольство прибыло, оно фактически выполняло дипломатические функции. И занималось накоплением знания Китая. Вот через столетие, ровно практически через столетие, в Китае, ну, почти 15 лет проведет замечательнейший подвижник, влюбившийся в Китай до мозга костей, назовем так, Никита Яковлевич, или по монашескому своему имени, Якинф Бичурин. Он просто станет фанатом Китая. Он будет вместо того, что там церковку восстанавливать, какие средства давались или еще что-то. Он на скупку рукописей уникальных во многом тратил, те средства, которые из России приходили. И потом это стало достоянием, когда он привез на десятках мулов, когда такой караван, уезжая в 1820-21 году, возвращался в Россию. За это он там некие кары понес. Но потом он стал, как известно, человеком, который был в свете очень популярен. И Александр Сергеевич Пушкин знаком был. И даже не просто знаком, а у него в один момент даже возникло желание поехать. Сам Бичурин надеялся, что ему дадут второй раз поехать в Китай. И при каких-то, так сказать, неприятностях таких, житейских, у Александра Сергеевича, у которого еще семейной жизни, не было понятно в конце 20-х годов, он даже просился, чтобы его отпустили в Китай. Если бы он оказался там. Мы, конечно, бы не знали Болдинской осени, заметим, но вдруг мы что-то бы открыли о Китае. Любопытство Пушкина было бесконечно. Так или иначе, я просто указал, что есть такие моменты, показывающие, что интерес к Китаю был, но он такой не был магистральный. Он скорее, вот, Бичурин был фанатиком таким, фанатиком Китая, а для, допустим, дипломатического ведомства русского важнее были какие-то, ну, вот такие политические, что ли, так сказать, новости из Китая. Поэтому накопление знаний, а особенно переводы литературных текстов, вообще еще не было вычленено, что ли, ценность литературы, и что понимать под литературой. Вот в конце XIX века стараниями выдающегося востоковеда, и в частности и синолога, как называют специалистов китаеведов, Васильева, профессора и, кажется, академика Павла Васильевича Васильева, такое будет накопление произведено, он преподавал в Санкт-Петербургском университете, и фактически первый составил пособие по китайской литературе, вообще первый в мире, потому что и в мире, так сказать, не выделяли. Это отдельная, опять же, тема, просто я как бы намеком это делаю, если у кого-то будет этот интерес. Ну, в частности, вы можете посмотреть в таком справочном пособии, это справочное, но многотомное пособие «Духовная культура Китая». Вот я держу в руках том, который посвящен литературе, языку и письменности. Такие же тома по философии, по религии, по искусству, по военному, допустим, делаю. Шесть томов. Это беспрецедентное, беспрецедентное просто, может, подвиг такой, совершенный в наше время учеными, которые дали огромные, такие большие очерки по разным отраслям знаний о Китае, справки составили, по персоналиям, в частности, этот том содержит по самым выдающимся литературным деятелям Китая от древности до фактически наших дней. Государственную премию этот шеститомник получил. Это нечасто происходит, могу вспомнить, мифы народов мира, замечательнейший двухтомник, большого формата, который удостоился государственной премией Советского Союза в начале 80-х годов. Вот такое было в данном случае сделано. Тиражи, конечно, небольшие, но эта книга доступна благодаря тому, что у нас многое в интернете, на каких-то контрафактах или правах можно сыскать, и он вполне отыщется там, даже если вдруг какие-то проблемы, например, с наличием такого издания, в библиотеках, например, даже окажется. Я думаю, что в больших-то библиотеках, конечно, этот том можно обнаружить. Вот, теперь уже переходя к нашим героям, потому что можно много делать преамбул, но вот первым, о ком я скажу, это даже пока еще не переводчик, это еще тот, кто занимался такой версификацией подражательной на тему Китая. Николай Степанович Гумилев. Но человек не случайный в смысле интереса к Китаю, вообще в смысле интереса к Востоку. Это человек, которого, наверное, Восток привлекал как место живой экзотики. Он писал, как мы помним, и о конквистадорах, там, но где конквистадор в его время, да? Нет. Уже кончились конквистадоры, уже почти все земли открыты, да? А вот живая экзотика, когда он поехал, допустим, с дипломатической миссией в составе военной дипломатической миссии в Эфиопию, вот он столкнулся с этой экзотикой, да? В Китай ему не пришлось ехать, да? Но вот тот сборник, который здесь упомянут, фарфоровый павильон, вышедший в 1918 году. Представляете? Что по контексту происходит, вот он только-только вернулся в Россию, как мы помним, он оказался там в результате разных, так сказать, хитросплетений исторических во Франции в годы Первой мировой войны, он участник Первой мировой войны, да? Ну, вот мог бы и не возвращаться, как бы, да? Но это человек, для которого его почва, его родина было свято и необходимо просто. Он возвращается и включается в работу, то, что у нас еще дальше тоже будет упомянуто, но сразу обозначу, включается в работу созданного инициативой Максима Горького издательства Всемирная литература. Кто бы, как бы, не относился к Алексею Максимовичу Горькому, это, конечно, большое, может быть, даже правильно будет говорить, великий писатель, но это еще и гениальный культуртрейгер и человек, который спас, даже сложно посчитать, но фактически он спас не уехав всех, ну, не всех, но многих не уехавших творцов, интеллектуалов. Он придумал для них занятие, которое хоть маломальски как-то давало им пропитание, даже так можно выразиться, какое-то небольшое содержание. Они могли получать карточки, как вот, так сказать, полезные элементы общества на продукты, не умереть с голодом в те самые страшные 18-19-20-е годы. И, в частности, Николай Степанович Гумилев был подключен к этой работе. вот здесь еще афишка, например, 19-го года, 23 февраля, заметим, 19-го года, приглашавшая на спектакль «Древо превращения», вот это такая у него восточная пьеска была, кажется, для театра кукол созданная. Он что-то не столько переводил в тот момент, вот это не для издательства был, это его личный такой небольшой сборничек был издан, там буквально стихотворений 11 или 12, подражание французской поэтессе Жюдит Готье, дочери Теофиля Готье, которая, ну, что-то, видимо, она знала как-то, как-то с первоисточниками, видимо, знакомства имела, да, но Василий Михайлович Алексеев считал, что это такая игра в Восток, это не Поблинный Восток, а какой хотелось бы, вот как раз таким любителям экзотики воображать. И Николай Степанович вот создал несколько таких стихотворений, которые, если уже заглядывать в комментарии, там уже есть пояснение, какого поэта, что ли, это подразумевает, это перевод, хотя на точные стихотворения здесь вывод даже в комментариях не делается, потому что скорее по мотивам, вот, например, по мотивам Либо, стихотворение, которое открывает сборник «Фарфоровый павильон», так оно и называется. «Среди искусственного озера поднялся павильон фарфоровый, тигриною спиною выгнутый мост Яшмовый к нему ведет, и в этом павильоне несколько друзей, одетых в платья светлые, из чаш расписанных драконами, пьют подогретое вино, то разговаривают весело, а то стихи свои записывают, заламывая шляпы желтые, засучивая рукава, и ясновидно в чистом озере мост вогнутый, как месяц Яшмовый, и несколько друзей за чашами, повернутых вниз головой». Василий Михайлович Алексеев знал, разумеется, об этом сборнике и считал, что не по таланту что ли Николая Степановича заниматься вот таким подражательством. Гумилев тогда плотно работал со старшим другом Алексеева, с академиком Сергеем Федоровичем Альденбургом, крупнейшим специалистом по буддизму, по крайней мере в дореволюционное время и в раннесоветское время, в 1934 году он закончит свою жизнь, Альденбург ценился, ценился новой властью, вплоть до того, что он даже был удостоен встречи с Лениным. какие-то потом устные пересказал указания вождя, которые такой индульгенцией, оправданием были для существования востоковедения, такого научного востоковедения, не прилаженного только специально под конъюнктуру, чтобы нам узнать, чтобы атакуя, чтобы, так сказать, дальше там разбужать, как это называлось, пробуждающийся восток, разбужать на востоке революцию. То, чем занимался Алексеев, то, чем занимался Альденбург или замечательнейший арабист Крачковский, так же уже тогда Петроградцы, да не Петербургцы, Петроградцы, как мы помним, город был переименован в годы Первой мировой войны. Это люди, которые накапливали фундаментальное знание. Это к теме, которая сегодня для многих во власти непонятно. Они хотят уже сразу какой-то момент извлечения прибыли из знания. Вот сейчас. Не то знание, которое даст через какое-то время, но не с этими людьми, которые сидят во властных креслах, эффект. Им нужно сейчас. Но тем не менее, пример в частности Василия Михайловича Алексеева показывает, что были такие подвижники, которые рисковали даже в каком-то плане заниматься то, что мы сказали бы чистой наукой. Той наукой, которая бесценна с точки зрения сегодняшнего нашего взгляда, но которая в момент, когда они этим занимались, к ней были вопросы и того же Алексеева кем только не называли. Есть письма, он был такой, очень, так сказать, аккуратно вверши свою переписку корреспондент, со многими, со многими поддерживал и коллегами, и не только синологами, и благодаря работе колоссальной с его архивом дочери Василия Михайловича Марианы Васильевны Баньковской многое нам стало известно. Вот здесь несколько сборников публикаций я с собой захватил, такой был журнал в 90-е годы создан, фактически в 90-е ограничился, где-то, может быть, в начале 2000-х последние номера вышли, Петербургское Востоковедение, где публиковались и научные работы, и вот архивные изыскания, в частности очерки Марианы Васильевны, очерки по мотивам вот того эпистолярного и другого наследия, назовем такого письменного, которое осталось в архивах академика Алексеева. И мы можем понять, когда он делится в этих искренних письмах, как его воспринимает эта власть, как его даже некоторые ученики, все-таки много, большинство учеников были благодарны за науку учителю, а некоторые из них части все-таки прогибалась под время и предъявляла ему претензии, что он некий дух самодержавия в себе выражал, это совершенно нелепейшее, так сказать, тем, что он не занимается вот этим как бы извлечением, какой-то такой извлечением прибыли знания для революции. вот то знание, которым он занимался, это изучение китайской литературы. Причем подход Алексеева заключался в том, что он считал, чтобы понять, это был ноу-хау его какой-то, в каком-то смысле, не нужно его понять Китай, вот эти колоссальные литературные накопления Китая, не надо его переламывать, что ли, так сказать, через терминологию, через схемы, которые уже прижиты, привиты на материале европейском, там, со времен античности. Нужно изучать комментаторскую традицию Китая, чтобы вот все эти эстетические, этические, все вот это обилие содержания, громадье, да, чтобы понять. И тем, чем занимался Алексеев, что вот в большей части под спудом оказалось, и только в настоящее время всплывает, далеко не все еще всплыло, он занимался комментированными переводами, то есть он переводил на высшем уровне литературном, например, вот у нас среди прочего в анонсе была заявлена поэма о поэте станции Секунту, такой китайский автор эпохи династии Тан, девятого столетия, это действительно такой поэтологический трактат, только в стихах написанный, вот о разных, столь и так сказать, состояниях, которые владеют поэтом, которые находятся вот в этом состоянии поэтического озарения, назовем так, что зацепляет, да, как это происходит, такое вхождение наития в душу поэта. И Сергей Михайлович, он, во-первых, защитил именно на основе перевода своего диссертацию, диссертацию, которая в издании 1916 года занимала тысячу страниц. Она потом была издана, и вот недавно, совсем недавно, почти 10 лет назад, в 2008 году она была переиздана, уже получилось так, с убористым шрифтом, в 700, более чем 700 страниц это переиздание, вот точно в этой же серии классика отечественного востоковедения она была переиздана. Ну, вот во втором томе двухтомника в начале 2000-х был такой краткий вариант без диссертационного осмысления и сопоставления с какими-то другими поэтологическими трактатами, например, китайской традиции. Здесь дается перевод. И к этому переводу, вот просто покажу, идет комментарий как бы в духе того, что делалось в самом Китае. То есть, вот если в какой-то антологии собирались стихи, то к ним вот такие подверстывались комментарии. Где-то они даже в объеме-то больше, чем сами стихи. Да я просто покажу пример поэтического всего лишь, без комментария, таланта, которым владел Василий Михайлович. Первый станц под заголовок мощь, муть вековая. Великое действие внешне нестойко, а истинно сущным я полон внутри. Обратно от полого к мути иду я, коплю в себе силу, и в ней моя мощь. Во мне вся природа, в моих миллионах я рвусь поперек величайших пустот. Несметно огромные жирные тучи, свободная дикая долгая буря. Умчусь за пределы живого и формы, чтоб вдруг ухватить середину кольца. Я оное буду хранить без усилий, и к оному зов бесконечен во мне. Здесь фактически он сохраняет при всем его маниакальном стремлении к дословности, еще и поэтические особенности, прекрасные назовем текста. А глубинные для понимания он разворачивает здесь в кратком варианте, в диссертационном варианте. Это много больше. Вариант такого комментария к стихам прилагается. Здесь, конечно, даоусское очень много в этом стихотворении. Это еще одна великая традиция, на самом деле как раз религиозная традиция. То, о чем Конфуций не учил, Конфуций учил только о повсюсторонней стороне жизни. А уже о каких-то, так сказать, паранормальных явлениях больше говорил даосизм. А религиозных потом, когда уже в эпоху Танг как раз по-настоящему войдет буддизм в Китай, он будет обслуживать заинтересованность простых китайцев, не образованных, простых китайцев в том, чтобы узнать, а что будет после. Это, опять же, отдельная тема, просто я ее обозначаю, что здесь в поэтической форме тоже это необходимо учитывать, что не только по-конфуцианским, что ли, каким-то лекалом выстроенные стихи. В них есть отражение и взглядов даосов, начиная с Лао Цзы и Джуан Цзы, любимейший автор, хоть он не входил в главные тексты, которые заучивались где-то так в маргиналиях, но образованные китайцы, конечно, Джуан Цзы в себя тоже вбирали и играли знанием этого замечательного текста. Так вот, Василий Михайлович такой перевод сделал, конечно, он был доступен для такой профессиональной что ли, вот как китайские поэты писали по-настоящему для тех, кто столь же был образован, как они, наверное, так и Василий Михайлович даже не занимался он особенно тем, чтобы вот всем так предъявить, что ли, сделать таким опрощением, что ли, литературных текстов. Вот здесь можно вспомнить, что Василий Михайлович принимал участие, причем весьма деятельное участие в работе издательства «Всемирная литература». Ну, издательство, наверное, историю этого издательства нужно еще писать, по-настоящему, да, материал это и есть для этого. Вот, в частности, такой был альманах, в советское время, он до 90-го года выпускался, «Восточный альманах», просто так назывался, с разными названиями каждый год, вот, выпуск 9, «Начало пути», содержал большую такую переписку, составленную Марианной Васильевной Баньковской, академиков двух, Сергея Федоровича Альденбурга и вот будущего, с 29-го года, тоже саня академика, Василия Михайловича Алексеева. А помимо этого, таким приложением, он содержал годовой отчет о деятельности коллегий экспертов Восточного отдела Всемирной литературы. Пунктуальной точностью. от 28 апреля 1918 года по 28 апреля 1919 года. Что, значит, секретарем вот этого отдела был отдел Западный и был отдел Восточный. Не внес я сюда фотографию в подборку для презентации. Есть такая большая фотография марта, конца марта 1919 года, когда почему-то по обстоятельствам именно в это время отмечалось 50-летие со дня рождения Алексея Максимовича Горького. Как мы знаем, вообще он родился в 1968 году, соответственно, на 1918 год. Но 1918 год настолько, видимо, кошмарно тяжелым был, что перенесли до лучших времен, эти лучшие времена посчитали концом марта 1919 года. И вот есть фотография, где можно выискивать звезда на звезде, что ли. И Николай Степанович Гумилев, и Корней Иванович Чуковский. Я думаю, как раз восточников можно было повыглядывать такая большая-большая фотография в центре Алексея Максимовича, как зачинатель вот этого благороднейшего дела, которое, как я сказал, спасло очень многих людей от голодной смерти. Те, кто не смог или не захотел покинуть Россию, да, они таким образом включались в эту работу. И какой-нибудь там Михаил Кузьмин, да, совершенно не советский человек, да, он занимался переводами, то есть Горький создал вот эту индустрию культурного обогащения на вырост. Да, пока еще эти люди не понимают, что это им нужно. Они еще пока заняты тем, что вот они хотят революцию прямо в конце 19-го, в 20-м году еще такие планы были, перенесение революции. Зачем это знание? Надо корабля современности все это выкинуть. А у Горького, который шел вот сам, он же не оканчивал ничего, мои университеты, это университеты, которые он в жизни проходил, да, это накопление знаний и пиетет перед людьми, которые эти знания добывают. Преклонение абсолютное, да, и он пытался этих людей спасти. Как мы знаем, Николай Степанович Гумилев был схвачен, когда он выходил как раз из издательства всемирной литературы в 21-м году, в августе 21-го года. Знал бы это, да, Горький, он бы его не выпустил просто оттуда, что его схватят. И уж тем более, что его расстреляют. Вот, и подробнейший отчет, который нам показывает, что же, так сказать, планировалось к изданию уже тогда, что, так сказать, некую работу пускалось не только по Китаю, есть, вот, в первом томе, я же обращаю внимание на этот двухтомник Василия Михайловича, есть, в частности, такая пропись того, что планировалось в некую большую, достаточно, перспективу в переводы. И, мы даже можем посмотреть, поэтому, закрыта ли эта программа, которую наметила сто лет назад. поэтому, когда мы сегодня говорим вот эту тему, да, фактически мы говорим к столетию начала такого настоящего погружения в изучение китайской культуры и, скорее, китайской литературы как главного, что ли, составляющего этой необъятности такой культурной. Вот, и что-то он себе, так сказать, адресовал своим интересам, станция Секунту, допустим, да, как пример поэтологической такой поэзии, да, он уже сделал, например, в 20-е, значит, с начала 20-х годов он стал издавать сборник за сборником замечательнейшего, на самом деле, великого и гениального прозаика позднего Китая, позднесредневекового, назовем, Китая, 18-го столетия, Пу Сун Лина или Ляо Джая, как он себя называл, неудачник, да, человек, который не мог, что ли, скажем так, получить государственную должность, потому что уже все прогнило не в датском королевстве, а уже в Поднебесной, да, и сдать экзамены этот один из самых высокобразованнейших людей Китая не мог, потому что нужно было, так сказать, по-другому сдавать экзамены, нежели своим знанием реальным, да, и он вот эти все свои неудачи перевел в гениальные тексты с придуманными персонажами, со всей великолепнейшей чертовщиной, с лисами оборотнями, с монахами-волшебниками, да, с людьми необычайными, да, вот он издавал это вплоть до 37-го года, ну, то есть он завершил перевод, но ровно в 37-м году рассказы о людях необычайных вышли. И он наметил эту программу и воспитывал учеников, которые должны были ее реализовывать. Ну, и в частности, мы теперь уже можем говорить о конкретных продолжателях. Ну, вот еще немножечко просто покажу. Сам Василий Михайлович в Китае раза два точно был, не скажу, что он больше, в 1907-м, в 1912-м году он такие продолжительные командировки имел, и там он колоссальные, тоже такие, не просто еще накопления знаний производил, но и своим интересом, в частности, он собирал народные картинки. То, что потом вызовет, вот уже в наше время, такой колоссальный интерес, он эти народные картинки передал в Эрмитаж, и это настоящее богатство стало, потому что такой коллекции в Европе где-либо не было. Вот, поэтому есть отдельная работа его уже в 50-м, за рамками его жизни она оборвалась в 50-м, ну, фактически в первой половине 51-го года, да, только 70 лет она исполнилась, вот, и уже после его кончины в 58-м году в Старом Китае, если не ошибаюсь, в этом сборнике она была издана. А это работа такая завершающая опус магнум его дочери, которая скончалась 10 лет назад, летом 2009-го года, Марьяна Васильевна, и более 500-страничная монография, которая построена на, в частности, на переписке Алексеева, на документальных материалах Алексеев и Китай. Ну, вот, упомяну, хотя он не был у нас заявлен как персонаж среди переводчиков, и на самом деле это абсолютный гений, но в другой дисциплине, в японистике, в японоведении. Это ученик Алексеева, но знание в то время предполагало знание и китайского, и японского языка. Ну, благо, что письменность-то иероглифическая, да, в каком-то смысле обща. И в студенческие годы Алексеев, покоренный талантом этого молодого человека, он дал ему аттестацию, что это мой двойник, но намного лучше меня. он сделал такую, назовем, студенческую работу, да, студенческую работу, которую учитель его своим интересом, что ли, так сказать, направил его. Это был перевод где-то полутора десятков примерно текстов Либо. Это не были литературные, а литературно шлифованные переводы. Это были очень точные такие филологические переводы с комментариями подробнейшими. Ну, вот, в частности, можно посмотреть, как это примерно выглядело. Вот перевод давался, и к нему шли сопоставления, связанные с расшифровыванием, как вот эти нюансы смысловые, заложенные в нем, можно интерпретировать. Огромное количество иероглифы всплывают сразу в тексте. Вот. Ну, а потом получилось так, что в 1914 году Невский получает возможность ехать на восток. В Китай не получилось. В Китае слишком в это время революционные события горячие происходило. А с Японией мы оказались в большой дружбе. Вот смотрите, в 1904-м, в 1905 году у нас была не на жизнь, а на смерть война, а потом настолько почти что полюбовные отношения, что японские добровольцы записывались в русскую армию в годы Первой мировой войны. И военную технику Япония слала, чтобы помочь России в Первой мировой войне. Ну, это не так, не так это очень известно, да, и вот если человек хотел как-то на востоке какой-то опыт, что ли, так сказать, получить, то преимущественно ехал например в Японию. Почти по годах по возрасту немножечко постарше в 1991 году родившийся другой Николай, Николай Иосифович Конрад, тоже ученик Василия Михайловича Алексеева, в это же время тоже ездит и в Японию, и в Корею, замечательные этнографические этюды вот совсем недавно, в конце 90-х годов, скажем, были опубликованы Конрада. Вот, и не состоялся он как большой переводчик китайской литературы, но огромное количество он сделал в Японоведении. Он до конца 20-х годов фактически провел вот в этой научной командировке его учитель, переживая за него и понимая, что происходит в родном отечестве, он говорил, лучше посидеть там, лучше посидеть там. А там он завел семью, и с этой семьей вернулся в Советский Союз. Супруга приехала в 1935 году с дочерью, а в 1937 году он был арестован по облыженному обвинению, кстати, по тому же обвинению по этому же делу ушел Николай Макарович Олейников, великий обуревут. А 24 ноября он и его супруга как еще как еще 10 в этот же день 10 востоковедов, только востоковедов, были расстреляны. Вот когда востоковедческое сообщество Петербурга выбирало дату памяти, есть книга о репрессированных востоковедах, кажется, в начале 2000-х она выходила, 750 имен было выявлено. Две трети из этих имен это люди, которые потеряли жизнь. Когда сейчас, в новейшее время, говорится об эффективном менеджере, который управлял страной в это время, не стоит забывать, чем это эффективное менеджерство оборачивалось. Не из китайской традиции можно вспомнить пример нашего посла в Саудовской Аравии, личного друга, основателя Саудовской Аравии Аль-Сауда, который был отозван в Москву в конце 30-х годов и расстрелян. После этого Саудовская Аравия расторгла все отношения дипломатические. Все, что мы могли иметь от этих связей, мы, а не Америка бы, например, были, так сказать, такими культурными и политическими донорами тянувшейся к нам страны, мы потеряли мгновение ок из-за того вот этого самого умного управления менеджерского, в кавычках. Вот, сам Василий Михайлович Алексей, кстати, мог потерять и свое положение, и жизнь. Невский жил, когда он вернулся, ему не предоставили жилья, и в тех условиях, как Василий Михайлович проживал, вполне себе комфортабельных условиях, он посчитал, что он обязан просто пригласить своего одного из любимейших учеников пока временно разделить с ним кров. До 1937 года это продолжалось. Когда позвонили в дверь, сейчас я не помню, когда это в сентябре, кажется, это было, или в октябре, на начале октября уже это было, когда они были 4 октября вроде бы, они подумали, ну, может быть, это Николай Иосич Конрад, который по соседству же здесь звонит, открыли дверь, а это вот за ним явились, Василия Михайловича тогда не тронули, но уже компания шла активная против вот такого поклонника, так сказать, старорежимности Алексеева, и он мог пасть ее жертвой. Немножко защищал, конечно, академический статус, да, но были уже примеры, когда академиков разжаловали, арестовывали и расстреливали. Уже в это время это происходило. Только заступничество, ну, ему подсказали, он попросил посодействовать еще одного, уже тогда ленинградца назовем, академика Комарова, в честь которого знаменитый поселок, как мы знаем, Келомяки стал, Комарова, да, он умер в 46-м году, тогда был президентом Академии наук, биолог замечательный, он приложил все усилия, и это миновало чаши Алексеева, ему дали специальные занятия, как бы, так сказать, чтобы он перестал заниматься отвлеченными занятиями, а составлял словарь, который вот нужное знание представляет, русско-китайский словарь. Он занимался этим, но, правда, в это время, так сказать, почему-то, так сказать, это не удалось в публикации выразить, и только в 1983-84-м годах вышел этот четырехтомный словарь уже под редакцией другого китайоведа, Ирия Михайловича Ашанина, а имя Алексеева вообще, как бы, так сказать, даже и не упомянуто, в бэкграунде было. Вот, но, вот, пожалуйста, пример просто, как происходило такое, скажем так, вычищение культурное, да, это ведь этим занимались не какие-то присланные с другой цивилизацией, что ли, это люди, которые в этих же академических структурах работали, например, какой-нибудь Хасан Муратов, секретарь организации Института Востоковедения, который уже новой, как бы, новой выработкой Востоковед был. Без всего вот этого, в отличие от, например, Невского, такого еще академического образования, которое получали в гимназиях, которое, наверное, сковывало бы морально как-то людей превращаться так быстро в подлецов. Хотя, хотя такое страшное время, что тот же Николай Иосифович Конрад на одном из собраний вынужден был сказать, что академик Алексеев не понимает великого значения Великой Октябрьской революции. Но, правда, это не спасло Николай Иосифович. Он был арестован и оказался на лесозаготовках в Каннском районе Красноярского края. Ну, если бы не прихоть вождя, которому захотелось читать уже на русском языке полководческие трактаты древнекитайских мыслителей Сунь Цзы и Удзи, да, и он бы не был возвращен, так сказать, в академическую новую, со всеми возвращениями званий, да, в 41-м году, да, может быть, и он бы, так сказать, в этом печальном мартирологе скошенных судеб востоковедов оказался бы. Вот, значит, вот, просто хотелось бы это имя упомянуть, и благо, что его наследие теперь доступно, большей частью доступно, сколько он бы мог сделать, и, может быть, еще и на почве китаеведения мог бы вернуться. Это любимейший ученик, любимейший ученик Василия Михайловича Алексеева, который как раз вот занимался переводами художественной литературы и тоже по годам сразу мы можем подозревать, что обрыв жизни не случайен. Кстати, вот, еще раз вернусь, посмотрите, если тут приглядеться, к сожалению, не очень так это будет видно, Николай Александрович Невский, 1792-1945. До 91-го года эту фальшь везде продавали. с обозначением диагноза, что-то такое там связанное с болезнью сердца. Ну, вот, как бы прихватило сердечко. А почему перекратил заниматься академической наукой в 1937-м году не объяснялось уже. Это такая полулукавая реабилитация начала 60-х годов, когда можно было, конечно, уже по идее это было бы сообщить с конца уже 50-х годов после того, как эта реабилитация была запущена, но как-то стеснялись, а уж особенно, так сказать, Хрущевского, после остранения Хрущева, как-то вообще эту тему. Лучше забыть, забыть об этом. И пользоваться этими фальсифицированными данными, это не только в случае с Невским, это со многими в случае, придуманные даты, которые отбрасывают немножко подальше от 1937-го года, чтобы не подумали чего, что там происходило такое в 1937-м году, что такая повальная моровая какая-то, моровое поветрие на выдающихся деятелей искусства, науки и так далее. Не только, конечно, науки и искусства, но мы просто наиболее заметных сразу вычленяем, видим, кого это коснулось. Юлиан Константинович был человеком многогранных дарований, скажем так, и замечательный музыкант, и поэт. Просто в экономии это я сейчас уже не буду делать, отсылку делаю к Петербургскому Востоковедению, где в нескольких публикациях представлено есть очень интересная публикация как-то вот сразу сейчас хотел бы ее вспомнить. Так, извините, наверное, в этом томе. Шуцкий был человеком, знакомым с многими деятелями культуры Серебряного века, и в частности знаменитой черубиной де Габряк, не буду искать, Елизаветой Дмитриевой, а по последнему мужу Елизаветой Васильевой, она умирала в Ташкенте, уже была обречена в конце 20-х годов, в 27-м, болезнь уже в роковую, такая вступила в фазу, умерла в конце 28-го, если я сейчас не путаю, и поддержать ее приехал Юлиан Константинович. И там своим, что ли, влиянием, ее интересом он разбудил в ней последнюю ее, что ли, инкарнацию поэтическую. Она создала цикл стихов под придуманным китайским псевдонимом. Публикация в одном из сборников Петербургского Востоковедения введена в доступ нам, мы можем обращаться к ней. Не знаю, были ли какие-то отдельные потом публикации наследия Елизаветы Дмитриевой и Васильевой. Наверное, эта фигура заслуживала внимания, и, может быть, такие были публикации. Включалась ли это уже публикация, вот, китайская ее, что ли, составляющая в эту общую копилку, не знаю. Но вот было такое. А Юлиан Константинович, опять же, благодаря влиянию учителя увлекся китайской поэзией. Он издал специально такой небольшой томик переводов. Здесь вот как раз мы видим Алексеева и Щуцкого. Кстати, Щуцкий происходил из наиблагороднейших родов польских по своему отцу. Он одновременно был и Чарторийским, и Егелоном. Егелоны, как вы понимаете, это королевская династия польского. Чарторийские тоже одна из самых блестящих, скажем так, одни из самых замечательных представителей знати польского. Вот, антология китайской лирики в 23-м году в рамках издательства, издательского плана Всемирной литературы был выпущен этот небольшой томик, его переводы, в частности, и Либо. Эти переводы. Примеры я в экономии опущу, но у нас они переиздавались, в частности, вот такая серия в начале 2000-х годов выходила в Петербурге, издательство Кристалл, выпускало ровно в 2000-м году практически, несколько томиков сразу вышло. Ну, в том числе здесь переводы Иоанны Андреевны Ахматовой имеются, и достаточно большой корпус переводов Юлиана Константиновича Щуцкого приведен. Так что, кто захочет, может познакомиться. Хотя, например, когда составлялись уже такие общие антологии, например, антология классической поэзии в рамках Библиотеки Всемирной Литературы, помните, такой проект с конца 60-х годов по конец 70-х выходил, вот такой специально был томик классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, Японии, достаточно большой объем, наверное, самый большой здесь был объем уделен китайским поэтам, Щуцкого здесь не привлекали, потому что, ну, вот не знаю, почему, он уже был реабилитирован, были какие-то здесь, например, в этом томе имена, которые можно было бы выбраковать, если бы, например, какой-то цензор знал, что это имя уже как-то подозрительно, например, Борис Б. Б. Вахтин, это сын Веры Пановой, замечательного писателя, сам замечательнейший писатель и кинодраматург, кинодраматург, а еще он профессиональный синолог, который занимался литературными переводами, в частности, переводил народную поэзию, в частности, в этом томе представлены его переводы народных песен Юэфу. В 77-м году выпуск был выпущен этот том, а в 74-м году Вахтин выступил свидетелем на процессе по поводу такого, как назовем, такого неофициального собрания сочинений Иосифа Бродского, который составляли в Ленинграде, в частности, Владимир Марамзин. Люди-то получили сроки, а он защищал их. Он себе срезал таким образом академическую карьеру, не смог защитить докторскую диссертацию, но вообще мог. Он был свидетелем еще на процессе Бродского, того самого процесса, когда его тунеядцем признали, а он свои показания давал в пользу опального поэта. Но, тем не менее, как-то могли. Или какой-нибудь Евгений Витковский, который тоже был правозащитником в этот момент, мог публиковаться. Он не был китаеведом, но по подстрочникам переводил и китайскую литературу, хотя он даровитейший поэт-переводчик и переводил очень много европейских авторов уже с языков, которых он знал, например, голландцев, каких-нибудь, Йоса Ван Бондела и так далее. Вот это так интересно бывает, полистав, посмотреть, что кто-то находил себе возможность чем-то иногда прикрывшись, как мы помним, Юлия Ким не мог существовать как Юлия Ким, но мог существовать как Юлия Михайлов. В титрах фильма «Красная шапочка» мы увидим тексты песен Ю Михайлова, а не Юлия Кима. То есть, как-то находили возможность публиковаться, а те, соответственно, цензоры прикрывать глаза, если они вдруг знали об этом. Ну, конечно, главное свершение Юлия Константиновича это перевод книги «Перемен». Тоже в согласии с тем самым тем планом, который придумал академик Алексеев, к такому планомерному переводу и знакомству русской публики, читающей, с самыми главными свершениями китайской литературы, как тогда, по крайней мере, они виделись. Ну, вот это имя одно из самых многострадальных. Мы видим, что обрыв жизни не произошел в конце 30-х годов, как уже двух предыдущих учеников. Это тоже ученик Василия Михайловича Алексеева, замечательнейший переводчик. Алексей Александрович, вот я не сделал помету про его учителя, когда мы можем вспомнить «Кухарка будет управлять государством», такое выражение, Василий Михайлович, например, Алексеев был сын «Кухарки» и солдат отставного. После того, как отец умер в 92-м году, в 11-летнем возрасте он получил возможность на государственном коште получить образование почти что в элитной гимназии в Кронштадте, а потом, выпустившись серебряной медалью, получить бесплатное место в Санкт-Петербургском университете. Это до революции, вполне эти лифты работали. Кухаркин сын мог стать академиком и выдающимся деятелем культуры. Алексей Александрович был сыном типографского рабочего, который, он учился в школе, которую, назовем так, курировал, что ли, может быть, из какого-то своего просто интереса, не было какой-то прикрепленности, тогда еще, наверное, не было таких схем, когда преподаватели вузов приходят в школы и работают с будущими абитурентами. Но ему казалось, что надо как бы зацеплять, подготавливать, может быть, кто-то заинтересуется и уже не просто случайно придет, а с интересом придет в востоковедение. И он нескольких таких ребят нашел, которым специально вот такие приходил лекции читать в одной из гимназий Петербурга и уже тогда, наверное, Петрограда по годам уже получается. Это еще в дореволюционное время происходило, и уже в раннее революционное время. И Алексей Штукин вот один из вот этой небольшой когорты таких интересующихся остался, стал одним из самых таких самых, наверное, любимых учеников Василия Михайловича. И он посвятил себя всю свою жизнь, многострадальную жизнь посвятил переводу книги Шитзин, вот той самой первой книги из конфуцианского канона. И эта книга могла увидеть свет уже в конце 30-х годов. Она уже была включена академиком Алексеевым в тем план 1938-го года к изданию, по крайней мере, какой-то части, первой части этого сочинения. Но он попал тоже в череду тех, кого подозревали. Разные биографии. Хорошо, представители рода черторыйских игелонов уже подозрительны, что у него вот такие корни. Сын типографского рабочего, который выезжал в Китай, но не для того, чтобы конспиративные какие-то связи. Мы помним, что и многие, видимо, в это время получали клеймо японских шпионов. в то время, как мы помним, у нас на востоке такой фланг войны, не разразившийся в крупную войну, но, тем не менее, происходил на Халхенголе, на озере Хасан, с Японией столкновение. Поэтому надо было искать, когда задания практически даже такие стахановские, что ли, с повышенной нормы брали чекисты, как они выискивали, по биографическим, по биографическим шли, есть ли родственники за рубежом, да, так сказать, за границей, соответственно, уже как шпион можно интерпретировать его. Переписку-то ведете? Да, конечно. Вот. У Алексея Александровича таких вроде бы не было проколов, да, но он отважно защищал своего учителя. Когда в газете «Правда», в других изданиях его называли лжеакадемиком, когда уже готовили расправу над Алексеем, он прямо на собрании выступал, когда Хасан Муратов уже, потирая руки, наверное, готовился распинать академика, да, вот он открыто это делал. За что и поплатился. Он был арестован летом 1938 года. Прошел ужасы Колымы, вот недавно фильм, да, многие, наверное, посмотрели, уже миллионы посмотрели Дудя о Колыме. Он бы мог одно из своих свидетельств, если бы он оставил мемуары поэта. Но, видимо, они настолько были кошмарны для него воспоминания, что что-то он в переписке потом уже, когда, полувернувшись в конце сороковых годов, он с академиком Алексеевым вспоминал, говорил, приходилось работать при 56 градусах мороза на лесоповалах, и когда входили в штольне, что ли, там еще работа такая, в каменоломнях, что ли, была, и там 8 градусов мороза, не тепла, казалось, как будто в жарко натопленную избу ты входишь. Вот все это он прошел, получил вроде бы освобождение с трудом Скрипяну его в 46-м году, дали возможность за 100 километров только от, благодаря заступничеству в частности Алексеева, который хотел и верил, что его ученик сделает этот перевод, потому что он хотел его сделать, не потому что ему навязывал Алексеев этот перевод, а он хотел. Несмотря потом на инсульт, который его, он вынужден был преподавать в школе, причем в школе для детей, которые не знали, наполовину знали русский язык, в таких районах, где не русское население, потому что мы знаем, что там очень много такого финноязычного населения, по крайней мере на тот момент проживало в Ленинградской области, и тем не менее он работал упорно, восстанавливал свои знания, потому что он лишен был возможности просто хотя бы какие-то строчки читать по-китайски в течение семи лет уголовного, вот этого ада, который он прошел. и тем не менее уже к 49-му году готовилась эта публикация и его второй раз арестовывать. 49-й год был урожайный на ремейке арестов. Например, Лев Николаевич Гумилев тоже в 49-м году повторно, без всяких оснований, просто потому что было первое дело, по первому делу пошел. Олег Николаевич пошел всего лишь потому, что он знал текст «Мы живем под собою, не чуя страны». Об этом сам поэт во время уголовного преследования сказал, что он прочитал Ахматова и ее сыну это стихотворение. Уже на основании этого он был обречен. Если в 35-м году его отпустили, то в 37-м году Гумилев по полной хлебнул всего этого ужаса. И в 49-м году повторно, как и вот Алексей Александрович Штукин. Вернулся он уже где-то в 54-м после смерти своего учителя и тем не менее после даже второго инсульта, потеряв возможность писать правой рукой, выучившись писать левой рукой, он завершил перевод, который был издан в 57-м году. Ну, там как бы в соавторы был включен еще один такой формальный ученик Василия Михайловича Алексеева Николай Трофимович Федоренко. У Николая Трофимовича были способности, был дар, но он, я бы сказал, на храпом, наверное, многое получал. Докторскую степень без единой статьи всего лишь со 160 страницами текста, которые большей частью были выправлены с его учителем, когда он специально приехал в годы войны в 43-м году в Боровое, куда была Академия наук. Вот сейчас у нас есть такие возможности съездить в Боровое, просто отдохнуть, да, а это центр, куда была перемещена Академия наук в годы войны. Вот вполне было бы интересно посмотреть, есть ли это мемориализация памяти об этом там, в Северном Казахстане. Вот, и без проблем, приехавшись, приехав на следующий день в Ташкент после, так сказать, визита к Алексею, он защищает диссертацию, сразу докторскую получает. Ну, в это время он просто работает по системе народного комиссара иностранных дел, видимо, как полезный кадр, так сказать, некую, так сказать, преференцию имеет. Потом он будет заниматься долгое время уже, когда он будет отстранен от поста постоянного представителя приорганизации объединенных наций, он такой был тогдашний не Бензе, да, или еще мы вспомнили бы сегодняшнего там представителя в ООН, просто американцы нашли, что мама-то еврейка у Николая Трофимовича, а он все время как представитель Советского Союза, особенно после 1967 года, инвективы жестокие против государства Израиль отправляет, как-то неудобно было такого представителя иметь, да, его отозвали, и он в академические структуры вернулся и стал заниматься уже посерьезнее литературоведением, возглавил журнал иностранной литературы, до конца 80-х годов возглавлял его, и много-много занимался переводами, хотя переводы, так сказать, вот как он сделал тогда для того, что докторская была диссертация Цюйюаня, в общем, кстати, по его подстрочникам, мы дальше будем говорить, по его подстрочникам Анна Андреевна Ахматова переводила какие-то кусочки Цюйюаня, великого поэта, 4-го, 3-го веков до нашей эры. Вот, так вот, Твидоренко был включен, как бы, так сказать, все авторы, к Штукину, ну, в каком-то смысле, он защищал его, он в то время был заместителем министра иностранных дел, момент публикации, и это, как бы, так сказать, помогало публикацию пробить, он таким паровозиком, что ли, включился, потом, потому что следующая публикация в этом же году уже без его имени выходила, Николай Иосиф Конрад помог уже такие избранные, что ли, фрагменты издать в популярной серии с большим тиражом не в академической популярной серии. Вот, опять же, не буду приводить примеры, это издание повторялось, ну, с прискорбием Марьяна Васильевна Баньковская отмечала, когда издание в 87-м году было повторено, никоим образом не было упомянуто о трагической, подвижнической судьбе Штукина. Вот я издание держу, которое содержит, помимо изречения Конфуция и книгу Песен и Гимнов, это уже издание 2006-го года, и здесь тоже ни грамма об этом не упоминается. Хотя, есть послесловие Штукина, которое вот для второго издания Конрадовского делу специально, чтобы пояснить, как он работал и принципы работы вот над этим древней, ну, фактически самым древнейшим поэтическим текстом не только Китая, но вообще, может, мировой литературой, который выстроен именно по лекалам той настоящей поэзии, какой мы понимаем, не какой-то ритуальной поэзии, хотя и какие-то ритуальные части, так сказать, в этой антологии, собранной Конфуцией, имеются. вот, ну и уже ближе, так сказать, к завершению, у нас такие, тоже ученик, кстати, вот это имя, которое здесь у нас возникает, Лев Залманович Эйдлина, тоже ученик, академик Алексеева, правда, на уровне аспирантуры он как ученик возник. В 1937 году, когда вот вся эта вакханалия началась, в 1937 и 1938 он захватил годы, он заканчивал образование в Москве. Был Московский институт в Востоковедине, наряду с Ленинградским, ну, как бы, исторически недавно появился, в середине 20-х годов. И этот институт не давал глубокого знания, назовем такого, фундаментальных каких-то предметов для понимания цивилизации и культуры. Даже вот просто иероглифику не изучали. И это все нужно было экстренно себе, так сказать, к этому знанию приобщаться, когда они вместе с Федоренко, вот они двое были направлены в качестве аспирантов. Есть такая версия, которую, в частности, выдвигает Илья Сергеевич Смирнов, замечательнейший китаевед, востоковед, возглавляющий уже теперь четверть века институт изучения Востока и античности в рамках РГГУ Российского государственного гуманитарного университета, с недавних пор еще такой же аналогичный институт в самом элитном заведении теперь у нас в высшей школе экономики появился. У него была возможность уже с 70-х годов общаться с Львом Залмановичем, который что-то, так сказать, далеко не все ему рассказывал, потом по письмам уже, которые Марьяна Васильевна Баньковская завещала Илье Сергеевичу, он восстановил, так сказать, пустоты, которые он не знал биографически. Вот один из талантливейших учеников, который вот за буквально два-три года наверстал то, что там десятилетиями люди могут биться и не получить этого знания. Их, наверное, спасали, потому что они могли оба попасть под молох репрессий, как и многие, попадавшие в Москве, там тоже большая зачистка происходила среди востоковедов, а выслав их как бы вот на какое-то время к Алексееву, который так был гостеприимен и понимал, что эти ребята не доедали, он их оставлял, по 16 часов в день занятия проходили у них, по 16 часов, вот такой интенсив шел, и он их не отпускал, чтобы там в столовую они сбегли, нет, он их приглашал за стол, обязательно бутылочка какого-то там грузинского вина появлялась, чтобы вот, если они говорят о поэзии, где в том числе и винная тема там существует такая, там Либо, Дуфу, там это, они, конечно, другое вино пили, но тем не менее, чтобы ощутить даже вот такую обонятельную сторону, вот он давал возможность то, что им казалось каким-то невероятным шиком. Лев Зануныч удивительным образом в годы войны в 1942 году защищает в Фергане диссертацию. В отличие от своего товарища, он защищает кандидатскую диссертацию, кажется, 700-страничный у него опус получился. это такое глубокое изучение поэзии конкретного поэта, Бо Цзюи, одного из великих поэтов танцкой эпохи. Он жил уже за рамками того великого поколения, которое объединило сразу Либо, Дуфу, Ван Вея, это поэты, которые родились в начале восьмого столетия, где-то уходили уже в 60-е и 70-е годы из жизни, а он родился, только-только родился в это время, в 70-е годы восьмого столетия и прожил длинную жизнь, 70 лет, примерно так. И слава Бо Цзюи была беспредельна, его любили японские императоры того времени, потому что они пользовались письменностью, и образованный класс Японии восхищался китайскими поэтами. Молился на эту китайскую древность, скажем так. И в своей работе он, так сказать, показывает прекрасные глубины. Потом уже он поэзию Бо Цзюи издавал, не только поэзию Бо Цзюи, благодаря Льву Залмановичу очень много было издания осуществлено. Ну вот, сейчас я смотрю, вот, например, такая подборочка была, китайская классическая поэзия, в частности, Тао Юань Мин, это уже предмет его докторской диссертации, которую, к сожалению, он готовил, не смог защитить в конце 40-х годов, тот самый 49-й, с борьбой с космополитизмом и так далее, пошел, и академик Алексеев опять был фактически под подозрением под подозрением и возможностью, так сказать, тоже пасть жертвой этой компании. И, видимо, эта компания запустила смертельную болезнь, потому что он в 50-м году уже заболевает смертельно раком, и болезнь его быстро уже свела на нет. Но вот в 49-м году уже в тем плане даже, издательство, он тоже включил издание Тао Юань Мина, все это полетело. Ученик его притворился, что он этим не занимался. Не то, что он отказался от учителя, но как бы предпочел, так сказать, как-то уйти в сторону. И издал только потом в 67-м году такой специальный том, посвященный поэзии Тао Юань Мина. Один из величайших поэтов, тоже такой неправильный китайский поэт, в отличие от других. Он уходит от государственной службы по годам жизни 365-й и 427-й. Ну, если мы там посмотрим, в эти же года не только Китай испытывал кризис, он, как я сказал, в таком полураспаде находился, так называемого периода Троецарствия, например. А Европа, как мы помним, период нашествия проживала ослабление практически уже приговоренности Римской империи. Вот он уходит, становится землепашцем. Он остается великим поэтом и живописует уже, и создает стихи, которые воспевают простоту этой жизни. Это действительно проникновеннейшая поэзия, может быть, какой-то пример. Сейчас я все-таки здесь не откажу себе привести. Солнце с луною никак не хотят помедлить, торопят друг друга четыре времени года. Ветер холодный обвеял голые ветви, опавший листвою покрыты длинные тропы. Юное тело от времени стало дряхлым, и темные пряди давно уже посидели. Знак этот белый отметил голову вашу, и путь перед вами с тех пор все уже и уже. дом мой родимый, всего лишь двор постоялый, и я здесь как будто тот гость, что должен уехать, уехать, уехать. Куда же ведет дорога? На южную гору, в ней старое есть жилище. Вот и специальную подборку поэзии, посвященную танцкой эпохе, не полностью с его переводов, но, скажем так, ту, которую он и своим комментированием, и своим талантом собирателя составил, такой отдельный том в серии Библиотека китайской литературы в 1987 году она выходила. Тоже можно сказать, если не репрессированный, то человек, которого в каком-то смысле время это не пощадило. Но он ушел, он нашел себе нишу, он ушел в перевод, он перестал заниматься научной деятельностью, но в это время уже появился заказ с его, с конца 40-х уже он практически намечался. В 49-м году, 1 октября 49-го года была провозглашена Китайская Народная Республика, которая стала побратимской по отношению к Советскому Союзу. И с начала 50-х годов получает заказ, кстати, за рамком большей части уже за смертью Сталина это происходит. После 53-го года практически интенсив обретает заказ на переводы китайской классики. Вот, видимо, опять же, по тем прописям, которые были составлены еще в 1919-2020 году академиком Алексеевым, который составил такой специальный очерк, изданный в качестве брошюры издательством Всемирной литературы, где прилагался вот такой план, что надо переводить. Переводили больше, чем академик Алексеев советовал. Переводили большие романы, которые в позднее средневековье в Китае стали популярны. Ну и поэзию. Поэзию замечательно переводили, и появляются авторы, которые приходят в перевод не будучи профессиональными синологами. Мы говорили до Толи о профессиональных синологах, а вот Александр Гитович был поэтом, таким правильным советским поэтом, с правильной биографией. Он родился в Смоленске, с 14-летнего возраста уже публиковал свои стихи, был в тот момент очень одаренным, считалось, рядом почти его ровесник был там же Твардовский, Александр Трифонович в будущем. Но вот Гитович больше считался таким талантом, он в конце 20-х годов оказывается в Ленинграде, и как-то больше вот как поэт даже образование уже вторично для него было, хотя он ехал именно для получения образования. В годы войны по болезни сердца он в армию не был призван, но как военный корреспондент многое сделал для победы, потому что освещал все тяготы, так сказать, и все доблести солдат. В 45-м году оказался как военный корреспондент переброшен на другой восточный фронт войны с Японией, и там он влюбился в восток, оказавшись в Корее, а потом уже и, видимо, и Китай проехав, он вернувшись посчитал, что он должен заняться переводами. Он не комплексовал, что вот он не знает китайского языка. Есть из таких больших подборок его поэзии в серии «Золотая серия китайской литературы», такой был проект, издавался в начале 2000-х годов, таким его замыслителем и руководителем был Лев Николаевич Меншиков, китаевед, известнейший и сам переводчик китайской поэзии. И вот был такой собран том, далеко не полный корпус переводов Александра Ильича, где прилагались записные книжки Гитовича. Где его размышления о специфике перевода, особенно человека, который вроде бы не владеет языком, но который дружил с морем китаеведов, благо, что Ленинград, как и Петербург, а теперь уже Ленинград, оставался центром китаеведния. То есть, да, он уже не столичный город, и уже институт востоковедния был переведен в Москву, а в Петербурге сделали только филиал института востоковедния, который ныне называется институт восточных рукописей. В прошлом году отмечали двухсотлетие российского востоковедния, которое началось с Азиатского музея, таковым он назывался до 1930 года. Потом стал уже сначала как институт востоковедния, а потом как филиал, только в послевоенное время в таком он уже ранге существовал. Так вот, о переводе китайской поэзии он тут размышляет, сопоставляет например, Дуфу, одного, может, самого главного своего любимца, одного из величайших поэтов Поднебесной с Пушкиным, очень интересные такие параллели находят, Цу Яни, которого переводил вместе с Анной Андреевной и Ахматовой. Вот следующее у нас фото, здесь показаны его сборники, которые издавались в 50-е годы Дуфу и Либо, вот одна из строчек как раз этих размышлений. Поначалу молодому переводчику китайские поэты даже различных эпох покажутся похожими друг на друга. Так европейцу, попавшему в Китай, кажется, что все его жители на дно лицо, не отличить. А в продолжении цитата он говорит, а когда китайцы приезжают, я говорю, это засвидетельствую, они думают, что мы все на одно лицо. Вот это необщее выражение лица ему удалось благодаря точнейшим подстрочникам. В частности, он работал, у него комментарии, вот здесь в этом издании только помещенник автор комментариев, Георгий Оскарович Монзеллер. На самом деле, вот он большую часть, по крайней мере, по Либо, по Дуфу, по Ван Вею, видимо, делал ему подстрочников. Вот по Цюйюаню уже эти подстрочники Николай Трофимович Федоренко предоставил в 54-м году, когда готовился в 54-м году этот том Цюйюаня. И вот здесь мы можем в следующий раз на следующем слайде увидеть Александра Ильича Гетовича и Анну Андреевну Ахматову. Видимо, фото в конце 50-х, начало 60-х годов. Они были соседями по Комарова, познакомились еще раньше, чем стали соседями, потому что Гетович некоторое время, в конце 40-х годов, то ли возглавлял, то ли был одним из руководителей Ленинградского Литфонда. Мы же помним всю эту систему советскую, да, литературный фонд это очень важная институция. Поэтом можешь ты не быть, членом Союза писателей ты можешь не быть, но членом Литфонда обязан, когда умирал, помните, когда умер Борис Леонидович Пастернак, умер, маленькая заметка, умер член литературного фонда Б. Л. Пастернак. Вот. Так что это весьма важно в распределении для кого-то больших, для кого-то небольших, но благ, которые власть давала таким литературным творческим работникам в данном случае. И на 20 лет разница. 1909 год рождения Угитовича, а год рождения Анны Андреевны, вот буквально через месяц, 23 июня, будет 130-летие со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой. Но они очень такую близкую дружбу составили. Может быть, Анна Андреевна, она же понимала, что он очень такой советский, правильный поэт. Если просто копнуть, если посмотреть эту поэзию Александра Ильича, там клятвы верности партии, революции и так далее есть. Это не главная тема, но они есть, эти, так сказать, реляции. В книге, которая написана о нем, одним из его друзей, он там рассказывает, вот Анна Андреевна наша, она не уехала куда-то там, она вот предпочла, так сказать, не как Цветаева, а вот такую, такую, так сказать, диспозицию делает. Но Анна Андреевна не уехала, она страдала вместе с народом и больше иногда, чем простой обыватель. Надо не забывать, когда мы размышляли бы сейчас, почему Анна Андреевна стала переводить китайскую поэзию. Потому что она перестала, как Арсений Александрович Тарковский не имел возможности публиковаться, она не имела возможности публиковать свою. Когда в сороковом году вышла ее последняя публикация, которая в считанные дни, если даже не в один день была смятена с прилавков в мае сорокового года, а какой-то бдительный цензор в виде руководителя управляющего делами ЦК ВКПБ тогда, не буду вспоминать даже его фамилию, когда хлопотали, хлопотали, в частности, Фадеев, не буду вспоминать тоже, кто еще, кто в этих хлоп... Алексей Николаевич Толстой хлопотали, чтобы она получила Старинскую премию. Как броню, что ли? А может быть, как индульгенцию, что может и сына освободят. Надо не забывать, что сын-то в заложниках у нее был, в 37-м году уже арестованный и находившийся в местах очень отдаленных. И как бы она ни писала, она унизила себя в конце 40-х годов. В 49-м году, когда справлялась всенародная 70-летие отца народов, она написала цикл стихов. Не только она этим занималась, но просто она самое крупное имя. Вот я могу вспомнить Веру Инбер, замечательную поэтессу. с которой они не очень-то дружили. Хотя Инбер тоже подбрасывала иногда, так сказать, возможность переводить Анне Андреевне, например, она сама переводила и давала возможность Анне Андреевне также переводить Десанку Максимовича, великую поэтессу югославскую, которая прожила длиннейшую жизнь, умерла уже во время Балканских войн 90-х годов. И это великий поэт, сейчас уже почти забытый для нас, вещи долговечнее, чем люди, и без нас они живут прекрасно. Гениальные просто стихи, в переводе Веры Инбер. Инбер тоже писала в конце 49-го года оды товарищу Сталина, а муж у нее находился в это время заключения, был, так сказать, как космополит, так сказать, развенчан, был замечательным медиком. Анна Андреевна в 49-м году вторично лишилась сына, да, и считала, что так, может, отмолят, да, не помогло так, но надо было существовать как-то, ввиду того, ну, приживалка тоже могла существовать, она могла приехать, и ардовы принимали в Москве долгое время, в течение года так, на два дома жила в Москве и в Ленинграде, да, но как-то себя неловко было чувствовать, надо было какими-то переводами, вот, поэтому в издательствах были люди, тайные Ахмата-поклонники, те самые, которые, наверное, вставали в 46-м году и аплодировали, когда она вошла в театре, вот это такое чествование, которое так дико не понравилось властям, что избиение ее и Зощенко устроили специальным постановлением, прикрывшись, как бы, о журналах «Звезда» и Ленинград, вот, и она должна была сына как-то, помогать ему и хлопотать о его высвобождении, то есть иметь какой-то вот этот социальный статус, и переводы, которые подкидывали, вот, в 54-м году Гитович получил рукопись с подстрочниками от Николая Трофимовича Федоренко Цуяневского, а Федоренко уже заместитель министра иностранных дел и одновременно действующий поэт-переводчик, уникальный такой случай, он посылает Гитовича с указанием, а вот Лисао, это самая такая, самая сокровенная часть наследия Цуяня, который был сановником, средворцем, человеком, который тоже мечтал сплотить Китай, был лишен своих постов, уехал в глубокую провинцию, и там он обрел дыхание, вот как Данте Легере нужно было быть преданным своим городом, своими друзьями, чтобы оказаться на чужбине и писать божественную комедию, так вот и Цуяня начинает создавать свои гениальные тексты, понимая, что он уже никогда не будет и уже не мечтая об этом возвращении, потом он закончил свои дни по легенде сбросившись с лодки в Китае, это отмечается Днем Драконих Лодок, праздник такой с древнейших времен установленный, в честь Цуяня, больше ни в честь одного поэта таких праздников не существует, 5-5, 5-го числа, 5-го месяца, ну по календарю восточному, где-то близко уже мы находимся от очередного этого такого поминовения, когда на лодках как бы ищут, хотят спасти Цуяню, уже не могут, да ну ритуально как бы повторяют вот эти поиски великого поэта. Значит, вот сборничек тоже в этой серии Кристалла повторял, издательство Кристалл повторялся и он предварялся переводом из великого Сыма Циане, историка династии Хань, который составил жизнеописание величайших, вот таким был плутархом, кстати, раньше, чем исторический плутарх, писавшим только о китайских великих деятелях и о Цуяне составил справочку. В конце этой справочки он включил стихи некого человека, который повторил судьбу, причем специально повторил, что ли, судьбу такую, даже так завершил свою жизнь, как и Цуянь. И перевод этой части осуществила Анна Андреевна Ахматова. Вот начало этого зачина. «Я прежде был приближен к трону, теперь изгнание жребий мой, здесь Цуянь свой путь преславный окончил в глубине речной, тебе река Сяншуй вверяю, мой горестный, мой гневный стих, мудрец попал в коварство сети и умер, задохнувшись в них». Это начало. Я просто в экономии времени не продолжаю, но Ахматова переводит в этой части в Лисао Цуяньевских текстов, текст, который называется «Призывание души». Опять же, тоже зачинную часть прочитаю. «Я с юных лет хотел быть бескорыстным и шел по справедливому пути, всего превыше чтил я добродетель, но мир развратный был враждебен ей. Князь испытать меня не мог на деле и неудачи я терпел во всем. Вот отчего теперь скорблю и плачу, вот отчего я душ своих лишен, так царь небес к вещунь я обратился. Внизу я вижу человека и я хочу ему помочь, без душ обеих он остался, ты их гадай отыщи». Вот здесь бы я привел высказывание Льва Залмача Эдлина к разделу к публикации в библиотеке всемирной литературы, где, завершая предисловие о китайской литературе, он говорит о переводчиках. В задачи статьи не входит оценка достоинств каждого из переводов, но с уверенностью можно сказать, что ни один из переводчиков не сочтет себя обойденным, если мы захотим обратить внимание читателя на Василия Михайловича Алексеева и Анну Андреевну Ахматову, первого несравненного знатока и исследователя китайской культуры и вторую прославленного собственными стихами поэта, чей взыскательный вкус избрал для перевода произведения китайской классической поэзии. Перевод Алексеева обладает удивительной, неповторимой особенностью обнажения ткани китайского стиха, так что русский читатель ощущает себя непосредственно приближенным к поэзии китайского стихотворения. Сделанные из подстрочника переводы Анны Андреевны Ахматовой сочетают обаяние и строгость ее оригинального творчества с точностью и бережностью восприятия и передачи самих элементов существа и внешнего строя старой китайской поэзии. Вот не то, что завершая, но просто такой, как бы, так сказать, момент очень важный, чтобы сказать об этом. Ахматова переводила след или в складщину за Гитовичем либо основной корпус брал переводов, то выделялась часть таких переводов для Анны Андреевны. Первые переводы появились вот в этой книжечке 1956 года. Лев Николаевич еще находится в лагерях. Книга готовится в конце 1955 года, подписывается к печати в декабре 1955 года, ну, уже маркируется 1956, а он еще в лагерях. Уже вроде бы запущен там процесс реабилитации, уже все, да, а он в лагерях, его не выпускает. Письма там Анна Андреевна и его коллеги по востоковедению составляют с подписями академиков, какой он ценный просто специалист, как он важен будет для науки, а лагерное начальство думает, а что же он такой ценный специалист здесь сидит? Значит, за дело, наверное, сидит. Можете посмотреть по воспоминаниям Эм Герштейн, которая очень была близка к семейству Ахматова-Гумилевых, у нее эти, так сказать, моменты разбираются отношения, сложного отношения Льва Николаевича к своей матери, но она делала все, все возможное. Эти переводы тоже были важны, важны, чтобы потом как-то давить на кого-то, на какого-нибудь Климента Ефремовича Ворошилова, который был формальным главой государства в виде председателя Президиума Верховного Совета, на него выходили с помилованиями, да, чтобы он таки все-таки подписал. Подписали, но с очень большим запозданием. Вот когда она пишет эти переводы, публикуются эти переводы, сын ее сидит в лагерях из Льбо, поднося вино. Неужто вы не видите, друзья, как воды знаменитой Хуанхэ с небесной, низвергаясь высоты, стремятся бурно в море, чтобы не вернуться больше? Неужто вы не видите, друзья, как в царственных покоях зеркала скорбят о волосах? Они вчера чернее шелка были, а ныне стали снегом. Достигнув жизни счастья, испей его до дна, пусть полон будет кубок. Под молодой луной мне небом дар отпущен, чтобы расточать его, истроченным богатством я владею вновь. Быка зажарим други, но для веселья нам сейчас же надо выпить за здравных триста чаш. Учитель цень, и ты дань цю, коль поднесут вино, то пейте до конца, а я вам песнь спою, ко мне склоните ухо. Изысканное яство не следует ценить, хочу быть вечно пьяным, а трезвым не хочу. Так повелось издревле, безмолвные мудрецы, лишь пьяницы стремятся прославиться в веках. Князь Цао-Джи когда-то устроил пир в Пинле, и десять тысяч доу там выпили шутя, напрасно наш хозяин сказал, что денег нет, вина еще мы купим, чтобы друзьям налить, вот быстрый конь, вот новый плащ, пошлем слугу мальчишку, пусть обменяет их, и вновь друзья забудем мы о своих скорбях. Кстати, Цао-Джи, который поминается, это действительно не просто какой-то князь, а это великий поэт, который запечатлел своей страдательной судьбой, он был сыном, буквально эпоха как раз этого Троецарства наступала, его отец Цао-Джи, один из деятелей этой эпохи, Цао-Цао, вернее, сам замечательный поэт, его наследие совсем недавно стало нам доступно, вот благодаря Марине Евгеньевне Кравцовой, ученик, такой как бы уже внучки по линии востоковедения академика Алексеева, она училась уже у учеников Алексеева, и занимается и наукой, и переводами, это уникально просто в данном случае, и благодаря ее стараниям и еще одного такого заочного внука, назовем, Алексеева по востоковедению, Игоря Александровича Алимова, был издан двухтомник, я только один том с собой взял, но такой двухтомник, история китайской классической литературы с древности до 13, только до 13 века они пока двухтомник выпустили, работают и на продолжение, это беспрецедентно, то, что замышлял академик Алексеев, он хотел, чтобы вот такое издание появилось, академического толка такого, только его уже внуки фактически через столетия после замысла этого великого выполняют, это вот совсем недавно издание в 2014 году вышло, тираж, как всегда, наверное, даже тут и не указан, но можно подозревать, что он микроскопичен, хотя РГНФ здесь есть указание, значит, по библиотекам, по крайней мере, каким-то центральным библиотекам рассылка такого издания должна была быть, а выписать его до сих пор можно, выписать до сих пор его можно. Вот, и ЦАО-ЦАО у нас благодаря Марине Евгеньевне появился, а ЦАО-Джей еще более ран, в раннее время, так сказать, переводился, в частности, переводы Черкасова, переводы Аделины Адалес, последней любви Брюсова, до замечательного переводчика, которая переводила и поэзию персов, персо-таджикскую поэзию, скажем так, и переводила и китайских авторов, в частности, ЦАО-Джи, который был лишен возможности претендовать на трон, а ревнивый брат его сослал в провинцию, где он должен был хлебнуть лихо, но сохранил достоинство и стал примером для китайцев образцом добродетельного мужа, в каких бы он заключениях не оказывался. Вот, и вот есть какие-то другие переводы, я уже в экономии, так сказать, не буду, ну вот перевод уже не из Либо, а из другого, Шиной Ани, если сейчас не ошибусь, в имени автора, Ли Шан-Ин, извините, Ли Шан-Ин, несколько переводов его сделала Анна Андреевна, «Драгоценная цитра». Нефритом украшена цитра моя и струн на ней пятьдесят, и все эти звонкие струны со мной о давних днях говорят. Мудрец Джуан-Зи в глубоком сне сияющей бабочкой был, Ванди после смерти все чувства свои в лесную кукушку вселил, а в южных морях под взором луны текут жемчуга по щеке, на синих полях под лучом дневным в прозрачном яшмодымке. О всех этих чудных явлениях не раз придется мне размышлять, но надо признаться, сейчас на моей душе печали печать. Вот. Уже как-то сегодня обращался к этой книге, ну просто, что она такая есть. Это издание «Китайская поэзия», просто незамысловато общее название «Е. Смирнов», выпущенное РГГУ издательством об исследованиях, заметках, переводах и толкованиях. Здесь дается большой корпус Ирии Сергеевича Смирнова переводов поэзии «Сун». Это династия блестящая, которая наступила вслед за Танской, продолжалась она с X века по конец XII, по начало XIII столетия, пока монголы не пришли, да, и уже династия другая, династия Юань на престол, вот как раз ровно, видимо, Кравцова и Алимов по эту славную эпоху Сун, завершают, по крайней мере, тот двухтомник, который сейчас выпущен. Количество поэтов поразительное. От Танской эпохи через антологии до нас дошло более двух тысяч поэтов, только от Танской. Число от поэтов Сунской эпохи уже где-то в раза два больше дошедших до нас, сохраненных, так сказать, текстов. Объем их колоссален просто и переводить, еще и переводить. Вот Илья Сергеевич делает пример там разбора только одного стихотворения, у него есть такая специальная работа «Китайская поэзия к проблеме понимания». Он берет одно небольшое стихотворение Ли Бо и показывает насколько неисчерпаема глубина, даже вот не специалисту в данном случае он умеет, как блестящий преподаватель, в частности, это передать. Кстати, есть и лекция его, можете обратиться, «Китайская поэзия», перевод и понимание, если не ошибаюсь, в 2018 году высшая школа экономика такую встречу с ним организовала и запись этой имеется. Вот, ну, пожалуй, наверное, я завершу вот такой экспромт рассказ о переводах, который, разумеется, имена есть и другие. Я прихватывал и не буду уже просто показывать точно вот в такой же серии томик выпущенный переводов Михаила Басмана, Михаила Ивановича Басманова, китаеведа, заметьте, замечательного китаеведа, который прожил почти 90-е лет и занимался переводами китайской поэзии, такой, как бы, так сказать, не в тех славных именах, которые сразу на слух приходят, как это, например, тот же Илья Сергеевич Смирнов замечательно делает, а у Смирнова в этом томе большом есть еще и много работ о его учителях, либо прямых, либо заочных, и об академике Алексееве, и Льве Заванович Эйдлине, и некоторых других. Так что, тоже рекомендую, при всем мизерном тираже в 600 экземпляров, и при всем пятилетней дистанции уже с издания, этот том доступен до сих пор, для того, чтобы его выписать. Это только показывает, насколько сейчас нет проблем с одной стороны, а с другой стороны нет тяги к тому, чтобы узнавать, напитываться и получать наслаждение от большой, замечательной поэзии, которая благодаря необычайному везению какому-то, в не самые лучшие времена, не самые лучшие для Отечества времена, она была переведена, дана нам в общение, и, как мы понимаем, китайская цивилизация в неком своем развитии будет в перспективе, совсем недалекой главной цивилизации, такой, оказывающей влияние на все мировые процессы, и у нас есть возможность понимать ее глубже, благодаря вот тому, что было наработано переводами. Ну, если есть какие-то вопросы в очень кратком таком блиц-режиме, ну что, тогда, наверное, я последний кадр сейчас перелесну, вот, благодарю за ваше терпение и внимание, здесь есть отсылка, она несложная, можно даже не запоминать ее к странице ПИИТа, это страничка, расшифровывается, приют искателей искусства тишины, где сразу, в самом начале, вы наткнетесь на подборку лекции, которые ранее также проходили в формате бессмертной поэзии Востока, 58 часов 25 минут таких лекций, сейчас с этой добавкой уже будет за 60, соответственно, вы можете познакомиться из поэзии Персии, персидско-саджирской поэзии, арабской поэзии, индийской поэзии, ну и некоторых других, которые в сумму, так сказать, этих встреч происходили, то есть там тоже вот есть наводки на то, что почитать, что можно рекомендовать, о переводчиках в том числе, речь тоже идет, вот, ну а здесь сегодня у нас очень по верхам это все было, но надеюсь, это было не бесполезно, а когда вы уже сами войдете в соприкосновение с этой поэзией, в переводах или Алексеева, Ахматовой, или каких-то других замечательных поэтов, профессионалов китаеведни, или просто замечательных поэтов, которые влюблялись как Гитович влюбился в китайскую поэзию и до конца своих дней ей посвящал, и мог бы и дальше посвящать, если бы так рано не ушел, то я думаю, что вы получите то, что ценнее и невозможнее, так сказать, это радость, радость от того, что вы переживаете то, что когда-то было рождено тысячу, может быть, больше тысячи лет назад, да, и в единое такое соприкосновение, время, когда жил Либо и Дуфу, это страшное время, это восстание крупнейшего в истории Китая, Ань Лушаня, такого среднеазиатского наемника, который поднял смуту в Китае, которая, по, например, справке википедийной, считается крупнейшей человеческой катастрофой в истории мира, 36 миллионов за 5 лет погибло, в пропорции тогдашнего населения Земли, это 1,6 часть всех землян перешла в мир иной, благодаря вот этим, и в это страшное время творят Либо, Дуфу, защищаясь от этого страшного времени, уходя вот в переживания, где человек остается человеком, а не превращается, скажем так, в пищу для жерла пушек. Ну, пожалуй, вот на этом мы сегодня и завершим нашу встречу. Продолжение следует...